Радио Болтком Ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Начинается программа Климат-контроль С нами на прямой связи Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки Доброе утро, Константин Доброе утро Обычно мы всегда начинаем программу с обзора погоды и прогнозов На следующую неделю Мы видим, что в самом деле то, что и обещали, все сбылось Насколько это порадует, конечно, тех, кто оплакивает лето С одной стороны, очень резкий произошел переход от жары Изнуряющей 30-градусной В такую осеннюю, холодную, дождливую погоду Вот сохранится ли она надолго и что нас ждет на следующей неделе Ну, прежде всего, нужно сказать, что лето кончилось Как это ни прискобно, но оно кончилось Уже слишком низко солнце над горизонтом Оно уже не может днем прогреть так мощно землю В свою очередь, мощных потоков теплого воздуха из Южной Европы Из Южных краев просто-напросто сейчас нет Мы во власти циклона Да, есть антициклоны, которые могут еще прийти Но это будет Юго-Запад Европы И, скорее всего, так скажем, система у нас будет такая Мы будем ждать вот такую вот погоду Она будет с нами еще где-то в течение двух-трех недель Вот, поэтому я думаю, что... А потом будет еще холоднее, конечно Хотя будет период солнечного бабьего лета А когда примерно ожидается этот период? А это никто не знает По теории это должно быть в конце сентября Но на данный момент этого бабьего лета мы будем ожидать Вот только это остается Температура при этом, что хотелось бы отметить Все-таки выше, чуть-чуть выше нормы Поэтому и говорят, что, в принципе, осень наступит Вот такая полноценная, по-настоящему холодная осень Наступит чуть позже Но сейчас у нас, в общем-то, в принципе, вполне, так скажем, правильная погода Мало того, такая ведь погода бывает и в августе в былые годы Так что, в принципе, особо корить судьбу нам не приходится Все происходит согласно, так скажем, циклу И рано или поздно осень наступает Вот она наступила, вот будем теперь с ней жить То, что внезапно сменилась погода Резко похолодало, причем так градусов на 15 И сменилась солнечная погода дождями Только ли у нас такое происходит? И вообще, ну, то есть, то, к чему мы, может, уже отвыкли от такого обилия осадков? Ну, надо сказать, что наши осадки Это вообще слезы по сравнению с тем, что сейчас, например, происходит в Пакистане Примерно 40% территории этой совсем не маленькой страны покрыто водой Уже по последним данным погибло более 700 тысяч голов скота Это для животноводческой страны огромное количество Точно известно, что погибло более, утонуло Более тысячи человек, но эти цифры растут В принципе, ущерб огромный Около 300 мостов снесено Размыты дороги В принципе, и это еще не закончилось Потому что, в общем-то, вода стекает в реки Реки переполняются Будет разрушение дамб Водозащитных гидротехнических сооружений И не случайно уже Пакистан просит международной помощи И ООН уже ее дает И Евросоюз туда отправляет помощь Но самое жуткое то, что Сравнительно, так если по карте посмотреть Недалеко, ну как недалеко Относительно, конечно В юго-восточной Азии, Индокитае Как раз начались дожди Вот там тоже пошло Открылись хляби небесные А тем не менее На Восточной, в Китае Засуха, причем мощнейшая засуха Водохранилища пересыхают Нехват электроэнергии Приходится врубать на полную мощность Все резервы угольных станций Так что, в общем-то, у нас Еще все очень хорошо Вот действительно, все очень хорошо Если посмотреть на другие края Почему происходит такое неравномерное распределение Можно сказать, погоды, осадков То есть в одни какие-то регионы Выливается все то, что природа не додает В другие Почему вот нету какой-то равномерности Ну вот в том-то и дело Что когда есть более-менее четкое разделение Холодный север Жаркие Проэкваториальные зоны То в таком случае более-менее Стабильная схема Ну как стабильная Вот для этой вот Как бы нам привычная картина Но сейчас картина очень сильно меняется А из-за того, что она очень сильно меняется Мы оказались в совершенно Не, так скажем В непривычной для вас ситуации Но то, что сейчас для нас кажется непривычной Я хотел сказать, что еще в начале лета Международные метеорологические организации Заявили, что все Наступает новая норма Вот то, что сейчас творится Это теперь будет норма Давайте забывать То, что было во времена нашей молодости Детства Или то, что рассказывали папы, мамы, бабушки, дедушки То кончилось И не вернется никогда Ну, так скажем В масштабе жизни нескольких поколений Это уж точно Будет другое И вполне возможно И наша нынешняя погода Будет казаться Да, Господи Превосходной, замечательной погодой Когда все было хорошо Мы идем Совершенно в каком-то До конца непонятном направлении А вот это Обилие дождей В каком-то одном определенном месте Это станет тоже нормой? То есть можно ли ждать Что у нас в Латвии Могут произойти какие-то Ну, не дай бог Тьфу-тьфу-тьфу Как в Пакистане Такие природные катаклизмы Ну, дело все в том Что Земля Вот Это замкнутая система И если где-то Что-то испарилось Вода поднялась в атмосферу Она где-то должна упасть И вот Дальше возникает вопрос Где это произойдет В принципе Если будет очень жаркая погода На западе Европы А, например, с севера Прорвутся холодные массы То в этом случае Столкновение влажного И перенасыщенного Водой воздуха И холодного воздуха Может произойти И над нами Над огромными просторами Восточноевропейской равнины И тогда у нас будут проблемы Но, как говорится Остается уповать Что этого не произойдет Либо при этом Нужно еще нам и готовиться К этим изменениям климата Понимаете Одно дело говорить о том Что давайте не будем Выбрасывать углекислый газ В атмосферу И понастроим ветряков А другое дело Что будет Если вот оно случится Потому что Если мы даже Понастроим ветряки То от этого Климат Не перестанет меняться Вот в чем беда Мы должны Условно говоря Строить новую Ливневую Я постоянно говорю Знаете Был такой котон Который говорил Что Карпаген Должен быть разрушен Он этим заканчивал Каждую свою речь Я чуть ли не каждый месяц Повторяюсь Нам нужно Готовить Ригу В первую очередь К Мощным ливням Нам нужна Ливневая Мощная Канализация Нам нужно Думать о том Что будет Происходить В первую очередь Если вот такие Ливни Мощные Сильные И даже Долговременные Будут падать На наш Бедный Город Поэтому вот Да Картина выглядит Примерно так Нужно думать Сейчас О том Что будет Уже через 10 15 лет Потому что Когда наступит Вот это Будущее Оно будет Теплое Будущее Дождливое Будущее Вот например На эту зиму Европейские Прогнозы Следующие Будет Теплее Ну так Не шибко Но теплее Чем Среднее Но при этом Может быть Гораздо Больше Осадков Ну вот Как говорится С одной стороны Теоретически Это радует Потому что Чем теплее Тем меньше Счета За отопление А с другой стороны Изобилие Осадков Это же не означает Что просто Будет больше Таких Дождливых Дней Это может быть Что Все будет Тихо Спокойно Сухо А потом Выпадет Что называется Огромное Количество Воды И мы будем Тоже иметь Проблемы А ведь Все ремонты Починки Они же идут Из наших Налогов Это же не нужно Думать Что если Что-то Общественное Разрушилось Размылось Испортилось Это ну и Бог с ним И это Наши налоги Это не построенные Больницы Не выплаченные Пенсии И прочие Прочие вещи Мы должны Понимать Что в принципе Все что у нас Случается Это в конечном Счете Тем или иным Способом Сказывается На каждом Жизни Страны Поэтому Я и говорю Готовиться надо Заранее Чтобы не оказаться У разбитого Корыта Когда Эти Неприятности Уже Станут Реальностью Чем Грозит Вот это Наводнение Чем Неприятно То есть Известно Мы тоже Говорили В программах Что Рига Стоит В принципе На песке То есть Какие Могут быть Такие Очень Неприятные Последствия Вообще Наводнений Ну Прежде всего Мы стоим Действительно На песке Не только Рига И Любое Наводнение Это Размывы А что Такое Размывы Это Подмывы Например Фундаментов В здании Это Разрушение Мостов В том числе Всевозможных Виадуков Вы посмотрите Как их строят Это же Насыпи Песчаные Насыпи Они будут Размываться Значит Все это Нужно Будет Чинить Это Различные Прорывы Потому что Когда укладываются В песчаной Толщи Трубопроводы Потом Засыпаются Этот песок Легче Размывается Чем По соседству И поэтому Потом Провисают Трубы Их Рвет Значит Разрывы Труб В общем Достаточно Большое Количество Именно Мы все Это можем Увидеть В маленьком Масштабе Когда проходят Большие Такие Дожди Смотрите Постройте Что-нибудь В песочнице И поглядите Что там Будет Поэтому Я хочу Сказать Что все Что можно Размыть Это Может быть Размыто Вот если Так вот Коротко Так что Нам в этом Смысле Гораздо Хуже Чем Жителям Хельсинки Даже Например Жителям Таллина Таллин Стоит На Известниках Хельсинки Вообще На Граните Как и Стокгоном Вот Поэтому Да У нас Вот такие Вот Проблемы Ну В принципе Как и Другие Города Которые Находятся В подобных Инженерно-геологических Условиях Эти могут быть Проблемы И у Венспелса И у Лепа И у Клайпеды Так Что Надо Сказать Южное Побережье Балтики Тот же Самый Любек Но Нам Нужно Думать О Риге Поэтому О ней Мы И говорим А сколько Примерно Вот Может Занять Обустройство Этой Новой Ливневой Канализации И Насколько Это Соизмеримо С бюджетом Города Не Может ли Город Сам Потянуть Такого Рода Большие Проекты Для того Чтобы Мы Могли Об этом Говорить Предметно Мы Должны Во-первых Широко Публика Было бы Очень Хорошо Если Было бы Широкое Обсуждение Где Кто Видит Такие Места Наводнений Об этом Должны Быть Опубликованы Карты Не Где-то Там Спрятанные Где-то В глубинах Интернета А вот Так Чтобы Открывали Масс СМИ И Спокойно Видели Вот Карты Где Происходит Затопление Потом Естественно Об этом Нужно Подключить Научную Общественность Нужно Изучить Что Мы Можем Делать И Только Потом Появится Цена Но Для Начало Ведь Как говорится Слава Богу Пока Мест Заполнений Не так Что Много Мест Затоплений В принципе Можно Уже Известно Где Возникают Узкие Места Но Начинать Надо Хотя Бы Там Ведь В принципе Мощная Ливневая Канализация Это Особого Рода Такие Каналы Бетонированные Нужны Так Вот Скажем Ну Да И Привычно Но Знаете Везде Что-то Происходит Первый Раз Поэтому Об этом Нужно Говорить И Что-то Нужно Делать У нас Есть Специалисты Я думаю Они Вполне Могли Б Вопрос Решить Я думаю В следующих Программах Мы еще Будем Возвращаться Действительно К этой Теме Спасибо Большое Константин Рангс Программа Климат Контроль Всего Доброго До Следующей Пятницы До Свидания До Свидания Спасибо Вы Слушайте Радио Болтком Редактор Корректор Корректор Редактор